А сколько пэм на дождь зергу, чтобы выиграть в мастер-лиге? Всем привет, с вами Тед, и чтобы понять, что происходит, посмотрите отрывок с одного из моих недавних стримов. Так, что у нас там? Па-па-пэм. Всё как обычно. Пычненько. Короче, дядя Слава, сижу в золоте. Пердак горит. Апм выше 60, ну не могу поднять. Покажи, как в МЛ выйти с этим апм, я тебе 10кав доначу, если это возможно. Уже был жать все раз и перепробовал. Спасибо за поддержку. Так, я не всё понял. Немножко много текста. Запнулся комментатор. Сейчас, ребята, сейчас сыграем эту игру и просчитаю. Спасибо за поддержку. Итак, так, так, так. Степаныч, 60 АПМ это будет тяжело выйти в мастер, но можно, можно, можно запротся. Особенно у него АПМ меньше требуется. Знаешь, что мне 10к не так надо, но, в принципе, мне нравится идея хорошая. Идея хорошая, поэтому, собственно, я думаю, я сделаю. Сейчас мы будем поигрывать. Я сейчас вырубаю вебочку и мы поиграем, собственно, на контент. На контент поиграем. Поиграем с низким АПМ. Просто давайте посмотрим, сколько АПМ нужно, чтобы играть в Старкрафт 2. Мы сыграли много игр на разных аккаунтов за все расы, и я вам показываю лучшие из них. А самое интересное вас ждёт в конце. Пока что смотрите, как я пытаюсь оптимизировать каждый клик, чтобы вообще не делать ни одного лишнего клика, а постоянно иметь там выборки одно и то же. Самая низкозатратная к АПМу стратегия, это, конечно же, прокси-вайдрей за протеза. Я ничего лучше не придумал в своих тестах. Это реально самый низкий АПМ, который можно выжать из протеза, чтобы хотя бы иметь шансы на победу. И, как вы видите, я даже не пытаюсь ставить батарейки, потому что я такой, не, если я выберу пробку, это лишний АПМ. Мы не меняем АПМ. Вот такие вот у нас эпичные каточки были. Я даже не кликаю по сталкеру, чтобы отбиваться от рипера, я просто надеюсь, что как-нибудь само всё разрешится. И, естественно, я точно так же надеюсь, что соперник не смог правильно адаптироваться к нашей стратегии, и вайдрей вот просто придёт и сам себе решит все вопросы. Если противник не подготовился, нам нужно стать ему в производственную линию и не давать ни одному юниту выйти. Всё очень просто. И в итоге рейч от соперника и наша победа. Эта демонстрация была в тех же лигах, где играет Степаныч, и победить можно с 26 АПМ за протеза. Прямо жёстко и кажется даже нереально. В этих же лигах беру террена. Пришлось реально покреативить и подумать, а что же можно играть и как сократить АПМ, когда мы играем за террена. Я решил, что стоит застраиваться вокруг базы, чтобы вся наша защита, все наши юниты были сконцентрированы в одной точке и, возможно, смогли отбивать её без участия контроля. Потому что террену АПМ в основном нужен на производство юнитов, так как они строятся постоянно. В итоге 5 минут сидим мы на одной базе и строим батлкрузеров, елеонов и мариков. Всё, больше ничего. Это максимально оптимизированное производство. И да, здесь я бы мог полететь, похарасить батлкрузером, напасть на соперника. Но я хотел не просто показать, что можно с АПМом Степаныча в виде 50-60 АПМа играть. Можно играть с ультра низким АПМом в этих лигах. Идея была проста. Если соперник на нас не нападает в течение минут 7-8, мы выходим в атаку с одной базы. И посмотрите, что у нас есть. У нас есть куча мариков, елеонов и батлкрузеров. Сейчас нас ждёт жаркая битва. Самое главное, угадайте, сколько АПМ потребовалось на то, чтобы создать вот эту армию и сыграть вот эту вот игру. Здесь все рабочие, все со мной, и мы идём. Обязательно пишите ваш ответ в комментарии, сколько АПМа ушло. Ну а сейчас смотрите, какая драка, какой замес, какое сражение. Просто сколько АПМа у нас уходит на этот бой. Мне очень хотелось кинуть Ямато или ещё что-то, но я не хотел тратить ни одного лишнего клика на это сражение. Я просто поверил в нашу армию. То, что мы сможем как-нибудь пробиться через этого трёхбазового террена. И, собственно, пришлось сделать только ещё один клик. Ещё, по-моему, придётся сделать один дозаказ. И вот мы у противника в продакшене. И противник пишет GG, что у него не успели вы прилететь его батлкрузеры или какие-то баньши, смотря кого он хотел делать. Пишем ему GG и побеждаем. За 9 минут вот такой вот игрой. В итоге нам понадобилось 25 АПМ, что ещё меньше, чем надо Протасу. Вот такая вот интересная ситуация. Эта игра у меня на стриме не записалась. Показываю с повтора. Во-первых, посмотрите, да, вы видели. Это Алмаз. Игра в Алмазе, именно в топе Алмаза за Протаса. Я решил сыграть два прокси с Таргита по одной простой причине. Это даст мне возможность играть с меньшим АПМ, потому что я смогу сделать две грелки, и, возможно, мне не надо будет контролить. И, посмотрите, сработал план. Соперник открылся в двух адептов первых, поэтому у него к прилёту двух грелок было только два сталкера. И он играл в 3-гейт призма, и просто, ну, вот ему не повезло с билдом, и у него сейчас нету банально юнитов. Я убиваю ему пилоны, и я, в принципе, победил. Ребята, победил в Алмазе. Сколько надо АПМ, чтобы играть в топ Алмаза? 30! 30 АПМа, чтобы выиграть в Алмазе. Это, конечно, было жёстко, но я решил посмотреть, смогу ли я побить рекорд и сыграть меньше, чем с 25 АПМ. И решил попробовать это сделать за Азерго. Стратегия была выбрана простая и понятная. 12-й пул. А что ещё выбирать за Азерго, если мы хотим вообще не кликать? То есть мы с самого начала не кликаем, пока строим пул, потом не кликаем, пока вот ждём, и потом кликаем один раз, идём в атаку. Ну и да, остаётся только надеяться, что нам повезёт с билдордером, что соперник там не поймёт, не разведает нас, и этот соперник нас, как раз таки, не разведал. Остаётся делать всего лишь один клик и понадеяться просто-напросто на победу. То есть сейчас нас ждёт эпичная баталия, посмотрим, кто одолеет кого. И вот начинается великий бой. Надеюсь, вы тоже болеете за Зелёного Азерго. Начинается, видно, непонятно, кто кого побеждает. Слишком много юнитов на экране, слишком большая баталия и слишком мало АПМ. Никакого АПМ, просто один Аклик, который был нажат с самого начала. И посмотрите, Зелёный Зерк просто-напросто одерживает победу над Красным, но остаётся очень мало юнитов, поэтому пришлось дозаказаться. Поэтому пришлось дозаказаться, и сейчас всё вроде бы окей. Но выходит Квина, что делать? Что делать с этой Квиной? Сможем ли мы одолеть её? Это не знаю. Ну, смотрите, смотрите, оставшиеся Зеллинги и новые Зеллинги смогли. И, в принципе, я думаю, это победа. И это GG, ребята. Это GG. Сколько АПМ? Давайте в комменты. Даю вам 5 секунд, чтобы в комментах угадать, рекорд это или нет, и сколько АПМ ушло. И это... 20 АПМ! 20, ребята! Это новый рекорд. 20 АПМ всего лишь надо, чтобы победить за Зерга. Да, в серебре золоте, но 20-20. А сколько АПМ надо за Зергу, чтобы выиграть в Мастер Лиге? По-хорошему, конечно, много. Но пришлось думать и генерировать, как же можно победить против Мастер Лиги с наименьшим АПМ. Пришлось запутывать нашего соперника, чтобы он вообще не понимал, против чего он играет, с чем он имеет дело, чтобы он думал вообще, что происходит, что хочет этот Зерг. Понимаете, сильные игроки могут вообще не понять, что происходит. А тем временем королевы легко прогоняют Рипера и не дают ему понять, что мы здесь делаем очень-очень-очень быстрый Лер и Нидус. Загружаемся и погнали, ребята. Четвертая минута. Нидус пошел. Пошел Нидус, и сейчас нас ждет что-то. Либо победа, либо поражение. Не знаю, сможет ли этот тиран отбиться. В позиции у него армия или не в позиции. Нам предстоит понять. Нам предстоит понять. Явно он уже бежит, бежит защищаться. Но мы будем сражаться с минимальным АПМом. Ставим крип обязательно. Ждем, ждем немножко армию и готовимся срывать. И просто надеемся, надеемся, что он неправильно воспринял информацию и не подготовился к нашей атаке. Посмотрите. И у него армия не в позиции. Не в позиции армия. Танк тоже оказался под удар. КСМ не помогает против лингов. И это победа такой удивительной тактикой. Мастер лига, ребята. И мы победили с 40 АПМ. И это просто абсолютный рекорд. Так, ну что, я думаю, в принципе, доказали. Было прикольно. Оу, это дичь. Я же говорил, не надо было. Блин, очень круто. Спасибо большое. Круто, круто. Ну и это был реально крутой эксперимент. Это был крутой эксперимент. Это было прикольно. Вот такой вот челлендж, ребята. Было прикольно, было круто. Жмите на черепаху, чтобы подписаться или на другие видео, чтобы получить еще немножко фанчка. Всем пока. С вами был Тед. С вами был Тед.